Скромность, я считаю, комплекс неполноценности. Терапевты, хирурги и гинекологи. К своему стыду, что такое джинзю, я, конечно, не знал. Я вот сейчас не знаю, что такое джинзю. Если восточная медицина, она насчитывает более 5000 лет, а нынешняя аллопатическая медицина, она 200 с большим натягом, то получается, что традиционнее. Для организма меньше вреда – это… И вы кололи иголки? Да, я колол иголки, и достаточно успешно. Применение иголок – это меньше вреда наносит, нежели мы применяем какие-то препараты. Ну, в день, в день, в день проходит у меня до 300 человек, в день. Да, это достаточно серьезные, такие жесткие, умные люди. Кто же у них обучались? Я не обучался, просто меня там посвящали в гуру. Я гнас ставлю по пульсу, я определяю больше 150 разновидностей пульса. Вас называют в интернете врачом от Бога. Как вы к этому относитесь? Никак. Приобрети, а спокойствие, и тогда гордыня не завладеет твоим внутренним сознанием. Я великий, поэтому ты должен мне поверить, что я тебе волью. Я в 26 лет стал депутат городского совета. Там все остальные события, достаточно серьезные в 90-е годы, которые коснулись и меня лично, что потом мне пришлось уехать из Калмыкии. Я рожден Калмычкой и Калмыком и умру Калмыком. Итак, уважаемые земляки, Дольган Николаевич Лиджиев. Мы находимся в гостях у Дольгана Николаевича дома. Дольган Николаевич, мы ведем на своем канале рубрику, посвященную нашим землякам, которые добились определенных успехов в своей деятельности. Спасибо, что согласились поучаствовать в этой рубрике. Мне бы хотелось, чтобы вы сами о себе рассказали, как вы, свой жизненный путь. Вот приходят люди, они сами говорят. Я понимаю, что не скромно, но мне кажется, с первых уст это будет намного честнее и правдивее, как это все было. Хорошо. Ну, вообще скромность, я считаю, комплекс неполноценности придуман в какой-то период кем-то, чтобы непонятно для чего. Ну, ладно, это все нюансы, о чем хочу рассказать. Родился я в Элисте, в Калмыкии, в 61-м году. Ну, так как я родился в октябре, я пошел в школу вместе в 62-м году. А, это как поздняк, да? Ну, да. Да, это кто до 1-го сентября родился, тот шли со своим годом, кто после 1-го сентября уже шли со следующим годом. Ну, так вот, начинал свою учебу в 7-й школе, пошел в школу в 69-м году. Далее, после 6-го класса, уже 7-й класс, начиная с 7-го класса, я учился в 17-й школе и заканчивал. Также в 17-й школе, да, так как жил на КПД 101-й квартал. 101-й? 101-й, да. 101-й. Ну, что хочу сказать. Начиная с детства, я вел достаточно активный образ жизни. Был командир и отряда, и зампредседателя Совета Дружины, председателем Совета Дружины. Ну, а потом так повернулось, что меня выбрали командиром городского пионерского штаба, и потом 3 года не отпускали, когда я уже был комсомольцем и был командиром городского пионерского штаба. То есть общественными деятелями с детства занимались? Да, так получилось, что с детства занимался, вел городские линейки, вел какую-то пионерскую передачу и по телевидению, и по радио. Ну, в общем, как-то достаточно активно. Ну, так вот, закончив в 79-м году школу, я поступил в Горьковский медицинский институт имени Сергея Мироновича Кирова на лечебный факультет. А всегда хотел быть врачом? Да, вот что самое интересное, достаточно часто спрашивают меня по поводу того, что когда такие мысли пришли, пришли стать врачом. И для мальчишки достаточно активного, чтобы вот нового, немножко хульганистого, пойти во врачи, это не всегда укладывается в какое-то ментальное сознание. Да, где-то в 8 класс, я, насколько себя помню, у меня уже тогда были мысли, что я пойду именно в медицинский. Да, хотелось, хотелось приносить людям радость здоровья, радость исцеления, ну и просто приносить радость. Ну, так вот, закончив школу в 79-м году, я поступил в Горьковский медицинский институт имени Сергея Мироновича Кирова, который закончил в 85-м году. Ну, как и основная масса студентов учился, какие-то студенческие вечера и все, но... Тоже были активистом? Тоже был активистом, но уже по профсоюзной линии, я был в профбюро факультета, был профоргом, ну, в общем, достаточно уже активно проявлял, там все у нас было какое-то землячество, в Горьком мы собирались и также непосредственное участие принимал во всех наших сборах чисто земляками. Что хочу сказать, что в период... Какой вот факультет врача? Лечебный факультет, это, ну, у нас были факультеты, а лечебный, тот, который лечит по окончанию, выходит это терапевты, хирурги и гинекологи. Ну, вот я пошел в терапию, так как, начиная с 83-го года, я начал заниматься, вначале на кружок ходил, присматривался, а потом достаточно активно начал заниматься рефлексотерапией. Что это такое? Рефлексотерапия – это иглоукалывание, ну, иглоукалывание – это узкое понимание воздействия на биологически активные точки и зоны. Так как у нас был один из основоположников научного подхода рефлексотерапии в Советском Союзе, это был Вадим Гавриевич Вагралик. Ну, вот в марте 83-го года так сложились звезды. На тот момент, можно сказать, если сейчас мой буин сработал, какие-то заслуги. Получилось так, что мы с ним встретились в Кадридоре и начали разговаривать, когда он сказал, что «а ты знаешь, что твои предки занимались джинзю?». Ну, к своему стыду, что такое джинзю, я, конечно, не знал. Я вот сейчас не знаю, что такое джинзю. Джинзю – это по-китайски иглоукалывание и прожигание. Значит, конечно, я не знал, когда он спросил меня, что такое акупунктура, ну, я сказал, что углоукалывание. Он говорит, ты знаешь, что твои предки, перед этим узнав, что я калмык, что наши предки действительно занимались этими восточными практиками. Одна из которых – это вот как-то аспортационная рефлексотерапия. Это уже было после обучения? Нет, это было во время обучения, это где-то вторая половина, уже четвертого курса, когда я уже начал заниматься хорошо. Потом четвертый, пятый, шестой курс достаточно активно занимался, бегал, смотрел, учил. Потому что перед этим у меня были несколько другие кружки, хотелось одно познать, другое. Ну, вот, как и большинство моих однокурсников, немножко искали себя, где максимально гомогенно с твоим внутренним ощущением, где ты можешь максимально применить свои силы и, ну, соответственно, их желания, чем хочется заниматься в большом понимании, что такое медицина. Ну, вот, так получилось, что именно в восточных практиках рефлексотерапии я для себя понял, что это будут максимально те знания и те методологии, где я могу их применять и максимально помогать людям. Ну, с учетом того, что, да, действительно, наши предки, ойраты, занимались достаточно серьезно этими вопросами. Ну, к слову, могу сказать, что моя родная тетя по маминой линии, она в свое время занималась достаточно активно, но в советское время боялась, она лечила животных. У нее была какая-то типа такой вот металлической штуки, и при необходимости она воздействовала на определенные точки и зоны коровам, лошадям, там, помогала при родовспоможении верблюдам, то есть достаточно большому количеству различных животных она помогала именно в воздействии на биологически активные точки. То есть колола, да, колола, то есть она не оставляла игру, а колола там методом прессации, когда колешь и делаешь такие пульсирующие движения. То есть нетрадиционный ветеринар такой был, да? Ну, нет, во-первых, я не совсем согласен с пониманием нетрадиционной медицины. Если восточная медицина, она насчитывает более 5000 лет, значит, а нынешняя аллопатическая медицина, она, ну, 200 с большим натягом, то получается, что традиционнее. А, ну да. То есть и получается, что… То есть это традиционнее нужно подходит. Да, 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 да. Именно я говорю, что это у нас традиционные восточные практики. Закончив в 85-м году, я еще год проходил интернатуру в городе Горьком, в областной больнице, именно Симашка. И приехав в Элисту, значит, получилась опять такие воли и звезд, что я попадаю в республиканскую больницу. В 86-м году это было, когда я зашел 24-го июля, где-то в районе 12 часов дня я зашел в терапевтическое отделение. Республиканская больница – это старое здание. Ну, с того времени я начал активно работать. Почему? Терапевтом. Терапевтом, да. Терапевтом, дежурантом. Я дежурил ночами, потому что днем у меня палат не было. То есть тогда еще иглоуколону не использовали? Нет, иглоуколону, рефлексотерапия, как один из методов лечения пациентов, конечно, не использовался. Но хотя при всем при том, что у меня уже по окончании института, так как я достаточно активно занимался, я получил удостоверение о том, что я имею право заниматься именно этим методом лечения. То есть иглоукалывание, воздействие на биологически активные точки. То есть там дается удостоверение к диплому, что я прошел специализацию, по нынешним понятиям сертификат о том, что я специалист, получивший в этом направлении какое-то определенное количество знаний. Ну и так как я все время был по ночам, значит, поле деятельности мое, я достаточно активно, эпизодически, ну, не эпизодически, а постоянно применял эти методологии. И достаточно успешно. Ну и получается, что в этом году исполнилось 40 лет моей практики. Перебей, простите, это то, что вы работали по ночам, и что бы там, особо никто не видел, вы занимались иглоукалыванием? Нет, нет, нет. Ну, вот смотрите, когда доктор находится у постели пациента, у пациента какой-то приступ, ухудшение состояния. Мой выбор, как врача, как максимально облегчить пациенту, как убрать, допустим, приступ бронхоспазма, или, допустим, там, почечные, печеночные колики, ну, все что угодно, там, кишечные колики, чтобы улучшить его состояние. Дать ему какие-то препараты, которыми он более чем перегружен. Или же попытаться уколоть его уголки для того, чтобы снять эти спазмы. Для организма меньше вреда, это... И вы кололи уголки? Да, я колол иголки, и, ну, достаточно успешно. То время, 86-й год, вы сказали, нет? 86-й год. То время, как население, да, ну, это советские люди, как они относились к тому, что вы их колите? Вот для меня вот этот момент очень интересен. Вы понимаете, да, почему? Ну, вы знаете, достаточно, ну, вот тот момент, что ко мне практически все пациенты относились с таким, достаточно, таким добрым доверием, что, во-первых, я не сделаю плохо, и то, что я уколю иголки, это же не несет какого-то, ну, препарата, а понимание, что если препарат будет какой-то, то это может какой-то вред нанести. А рефлексотерапия, вот как раз отсутствие знаний в рефлексотерапии и иголках как раз и позволяло сказать, ну, давайте я уколю, ну, не поможет, можно дать таблетки. Позволяло их применять, наоборот. Да, 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 как раз вот отсутствие знаний в этом вопросе позволяло мне использовать вот эти методологии. Что в конечном итоге, потом, чуть позже, оно, тем, которым я помогал, начало расширяться у людей в понимании, что можем без всяких препаратов убрать какие-то определенные симптомокомплексы или какую-то симптоматику. То есть вот эти вот вещи можно было вполне в дальнейшем применять. Вы сказали, что 40 лет Вы занимаетесь иглоукалыванием, рефлексотерапией. Когда приняли решение, я так понимаю, что Вы сейчас непосредственно иглоукалыванием, уже там терапевтическими, ну, как терапевт Вы не ведете, да? Или это терапевт по иглоукалыванию? Как это? Как это? Поварите мне, пожалуйста. Что такое терапия? Терапия – это лечение. Я как врач о лопатической медицине, я закончил медицинский институт, также я получал определенные знания и навыки в буддийских, тибетских монастырях. Потом по окончании института я ездил по нашей республике, собирал какую-то рецептуру определенную, надеясь найти те крупинки, которые остались у нашего народа, ну, после Сибири, после выселки. Наши традиционные, калмыцкие. Да, нету медицины по национальности. Здесь Вы правы. Есть восточная практика, куда в восточную практику каждый из народов вносил какую-то свою лепту. И этот совместный опыт все применяли. Да, вот этот конгломерат больших, так сказать, усилий многих народов, ну, вот создал вот такой образ, образ восточных практик. Когда начинает перетягивание одеяла, что это калмыцкая медицина, грузинская медицина, или бонгольская, нет. Есть определенные методологии, которые были присущи именно этому народу на какой-то период времени. Когда пришло понимание, что непосредственно именно занимается только реалексотерапией? Ну, эти понимания пришли как раз 40 лет назад, когда я начал углубляться и понимать, что применение иголок – это меньше вреда наносит, нежели мы применяем какие-то препараты. Мы все понимаем, что каждый препарат – это химия производства. А все химия производства, она гепатотоксична. То бишь, это все бьет в какой-то степени по печени. Ну, где-то лечит, где-то наоборот. Где-то по печени, да. И в конечном итоге происходит снижение иммунной активности, ну, и куча-куча-куча всего. Значит, что происходит? Ну, и на данный момент времени мы четко понимаем, что когда говорят, что этот препарат вам надо пить всю жизнь, а почему мне пытаться вылечить? То есть, получается, что человека начинает привязывать к аптеке. То есть, лечится не заболевание, а какой-то симптом. А если попробовать вылечить заболевание, тогда симптом уйдет. А значит, дают препараты только лечить этот симптом. Ну, я ухожу… Какую-то другую сторону чуть-чуть. Какую-то другую сторону, и там… Когда вот решили и начали… Вот, когда начали уже заниматься чистой рефлексотерапией? Ну, состояние рефлексотерапии так, чтобы я конкретно начал глубже уходить. Значит, в 87-м году на тот момент первый и последний президент Советского Союза Горбачев он разрешил заниматься врачам частной врачебной практикой. В 87-м году. Вы в 87-м уже пришли в больницу, в 87-м уже сразу… Ну, у меня на тот момент, хода беда, я уже почти 4 года занимался, занимался своими практиками. Именно рефлексотерапией. Ну, это был такой путь, несколько такой интересный. Надо было прийти в Минздрав, попросить, значит, приказ о том, что Минздрав не против, чтобы этот товарищ, значит, шел, занимался. А потом с этим документом я шел в горе с полком, там собиралась комиссия, комиссия собиралась, давала мне, поставила мне печать и сказала, да, молодой человек, вы можете заниматься. Ну, на тот момент у меня достаточно большое количество было пациентов, значит, которых я вылечил от табакокурения, потом еще, ну, были уже пациенты, и уже достаточно большое количество населения на тот момент города Элисты, знало, что я занимаюсь еще и рефлексотерапией, кроме, значит, то, что я врач-дежурант-терапевт. Значит, я дежурил ночами, дежурил, смотрел, консультировал в отделениях. Ну, в общем, короче, начиная с двух часов и до восьми утра следующего дня я был ночным заведующим терапевтическим отделением. Дарья Николаевич, мы сейчас находимся, я у вас в гостях, и, знаете, как очень приятно, приятным удивлением нахожусь видеть такой уголочек, кусочек калмыкии, наших, такие традиционность, да, в Москве, и как возникла идея создать вот такой комплекс, да, наверное, в клинику, и чуть подробнее о вашей деятельности нынешней, хотел бы послушать. Ну, хочу сказать, что волей судьбы, неба или каких-то обстоятельств мне пришлось уехать из Калмыкии, хотя на тот момент у меня была своя небольшая поликлиника, до сих пор многие помнят, называлась на Лизы Чайкина, Суджок она называлась, значит, это корейское название, значит, ладони, стопа. Мне пришлось уехать в 99-м году, значит, и потихонечку-потихонечку начинать обживаться здесь, в Москве. Ну, потом уже в 2004 году, поездив по Подмосковью, мне мои друзья помогли выкупить участок, и я в 2005 году начал строить, и за два года практически я его построил, это здание. Изначально в моем понимании, в моем сознании было, что сам дом, само помещение, оно должно походить по своей внутренней структуре, по своей подаче, как буддийский монастырь. То есть, ну, буддийский монастырь, как он можно, хуру, дацан, по-разному можно назвать, но это помещение, здание должно нести определенную энергетическую нагрузку. Во-первых, туда приходят пациенты, во-вторых, там расширение понимания, что одна из религий официальных в России у нас, и в царской России, в советский период, сейчас постсоветский период, это как раз является буддизмом. Но о буддизме говорится не так много. И само здание, я, кстати, говорите о том, что есть часть здания, когда, часть, вернее, стен, которым мне приходилось ложить самому кирпичики, работать как камельщик, да, своими руками, и выступать и дизайнером, и архитектором. Ну, к слову сказать, все здесь выполнено и сделано, именно, ну, вот, исходя из того, что я смотрел, делал, и исходя из многих энергетических потоков, было все выполнено. Как реагируют тут ваши пациенты, да, которые не связаны, да, с буддизмом, с востоком вообще? Ну, во-первых, некоторые приезжают, фотографируются и посылают в виде открыток, что вот они сейчас находятся в Таиланде, там, или еще, или на Бали. То есть, вот такие вещи. Ну, вполне нормально, вполне, вполне дружелюбно. Основная масса, ну, не основная масса, практически все, те, кто приезжает, они приезжают не посмотреть на здание, а чтобы получить состояние исцеления, вылечиться, убрать, приезжать с теми недугами, которые, ну, вот, сложно кому-то справиться. А мне удается. Удается поправить проблему опорно-двигательного аппарата. Это практически все суставы, это проблемы позвоночника, в принципе, грыжи позвоночника я убираю практически все. Много людей, много пациентов в день, в неделю? Ну, в день, в день, в день проходит у меня до 300 человек в день. 300 человек в день? 300 человек в день проходит, да. Вот здесь проходит 300 человек в день? Я сразу, чтобы было все понятно, мой день начинается, я просыпаюсь в 3.30. 3.30? В 3.30 утра, ну, там, умылся, побрился, и целый час я выполняю, я создал без ложной скромности, создал так называемую калмыцкую энергетическую гимнастику. Поделитесь потом. Обязательно. Она сама по себе длится, чтобы выполнить ее, она длится где-то порядка около часа. Значит, это не мои придумки, я читал достаточно внимательно джангара, и из джангара были взяты достаточно большое количество всех тех движений, которые выполняют войны, какие делает, и для того, чтобы подготовиться, значит, ну, чисто физически к каким-то определенным упражнениям. И достаточно много взял из наших танцев, потому что четко понимая, что у каждого народа передача каких-то определенных навыков, когда детей учили именно танцу. В танцах, в танцах, да, заложены определенные движения и приобретение определенных навыков, чтобы, ну, вот, научиться. После гимнастики? После гимнастики у меня есть время, когда я читаю мантры, занимаюсь определенными медитативными практиками. Так как я посвящен во все, значит, уровни Будды медицины, а мы знаем, что в буддийском пантеоне 8 Будды медицины, самый главный, восьмой, это Будды медицины Манла. Есть такой великий мастер, учитель и один из ближайших, кто находится рядом с его святичной ламой, с нашим учителем, это великий Чудо Римпаче. Он приезжал сюда, жил несколько дней здесь у меня, и я получил от него передачу и получил посвящение во все ступени Будды медицины. И я являюсь, так сказать, ну, хранителем, проводником именно Будды медицины. То есть вы не только свои знания умственные, физические, но и духовные? Духовные обязательно. Что хочу сказать, что 12 лет назад я был приглашен к его святичному Далай-Ламе, был у него на аудиенции. А перед этим, за год до этого, я был в Индии, ну, так сказать, в Индии я был неоднократный, в Индии меня приглашали сикхи, ну, знаете, кто это такие, да, это достаточно серьезные, такие жесткие, умные люди. Кто же у них обучался? Я не обучался, просто меня там посвящали в гуру, там меня посвящали в учителя. И там вас признали? И там признали, да. Там признали, да. Вот прошла медитация дальше? Медитативная практика, медитативная практика пришла. Я хочу вернуться к тем 300 человекам, которые в день. Первых пациентов я начинаю смотреть в 5.15, 5.20. Значит, мне не надо смотреть, а каждого заглядывать в какие-то учебники, все, я диагноз ставлю по пульсу, я определяю больше 150 разновидностей пульса. И посмотрев на человека, и взяв его за руку, я четко знаю, с чем человек пришел, муж даже особо не рассказывает. А если человек ходит ко мне какой-то период, я четко понимаю, что, а что, зачем идет. То есть я занимаюсь, как говорю, медитативными практиками, расширяя и сужая свое ментальное сознание, но эта тема достаточно длинная, я расписал новое понимание в психопрактиках. Я расписал ее, она называется энергопсихопрактики. И вот энергопсихопрактики... Потом поделитесь. Поделись. Поделись. С разных гимнастикой психопрактики. Да, энергопсихопрактики, они достаточно интересные вещи, что позволяет определить энергопсихостатус и энергопсихотип каждого человека. Ну и, исходя из той ситуации, в которой он находится, определить, энергопсихоанализ сделать. А какие-то научные труды у вас есть? Ну, потихонечку-потихонечку пишется. Нет, нет. А уже пишется? Какие-то статьи выходят, в соавторстве, там все. Ну и вот в 5.15-5.20 у меня начинается моя работа. Непосредственно. Да. И до какие? Ну, как правило, это бывает до 12, до часу, до двух. Просто я сейчас, выполнив работу до 12 часов, потом я уезжаю на какие-то констативные практики. А вечером я еду на какие-то тренировки. Я занимаюсь... А есть ли у вас помощники, которых вы обучили? Конечно, конечно. Без одному, мне кажется, тяжело. Понимаете? У меня три дочери, все три дочери врачей. Значит, средняя дочь сейчас находится рядом со мной, и ее близкая подружка, она тоже мне как дочь, с первого курса рядом со мной. Да, вот они вдвоем мне помогают, и они также, у них свой поток пациентов. Я говорю, в совокупности, это получается где-то порядка 300. У них свои пациентов, нет. Ну вот, к слову сказать, сейчас до сих пор идет, как сказать, прием. Ну, я вижу. Ну, вот, Бога. Будь то, у нас, допустим, Будда-медицина, да, у других народов, да, допустим, которые вера исповедует другую веру, у них свои, там, целители, там, еще кто-то. Ну, вот, и когда ты любишь свою профессию, когда ты хочешь помочь, не на словах, а на деле, то тогда достаточно много у нас и хороших, и знающих, и грамотных докторов. А то, что про меня говорят, про меня пишут, я к этому отношусь достаточно спокойно. Так как я говорил, что утром я занимаюсь определенными практиками, дабы успокоить свои эгоистические внутренние потоки. То есть успокой свое эго, приобрети спокойствие, и тогда гордыня не завладеет твоим внутренним сознанием. Ну да. Не, ну эгоизм иногда хорошо. Эгоизм. Ну, эгоизм, я потом расскажу, что такое эгоизм, эгоцентризм. Вот я тоже заобщаюсь с людьми, которые про вас рассказывают, и случаи всякие. Какой бы вот случай, там, очень-очень такой, который вас впечатлил, вот в вашей практике бы рассказали бы нам, нашим подписчикам? Ну, у меня ежедневно. Что на памяти осталось у вас прям вот такое, что вы впечатлили? Ну, ежедневно, ежедневно случается. И случаев достаточно много. Вот не так давно писали в этом году, что я там в самолете спас. Значит, на самом деле таких случаев было несколько. Там, не один, когда в самолете на высоте 10 тысяч метров, там, люди теряют сознание, там, пульс нитевидный, там, дыхание прекращается. Ну, и с учетом того, что я владею определенными пониманиями и знаниями, я беру значок, беру все, что угодно, и воздействую на определенные зоны и точки, и ставлю человека на ноги и увожу его. Ну, есть случаи, когда... Нет, это когда, например, какая-то тяжелая, смертельная болезнь, или там, Дороган Николаевич уколол иголками, он выздоровел и побежал. Вот такое бывает, нет? Конечно, и такое бывает. Здесь после аварии, когда был такой у меня молодой человек, Артем Никитин, он двукратный чемпион Европы по кикбоксингу, потом неоднократный чемпион Советского Союза, то есть в России был, он попал в аварию тяжелую, ему отказали в операциях, был спинальник, ему отказали операции там в Германии, где он там был, в Швейцарии, потом, насколько помню, еще говорили, в Израиле его привезли ко мне на коляске, и он лежал, сидел как овощи. Ну вот я с ним позанимался примерно где-то месяцев 8-9, и в конечном итоге он устал, на своих ногах ушел. Сейчас ездит за рулем, все. То есть в сознании? Все в сознании, он за рулем ездит. Ну вот, великая актриса, великий режиссер, ну и одна из самых великих женщин, которая руководила театром «Современник», Галина Борисовна Волчек. Когда она ко мне приехала, так же она была на коляске, и занимаясь достаточно длительное количество времени с ней, прямо перед, вот значит, ее кончином, просто там вирус, мирус, там все такое, она встала с коляски, она стояла, все, это был день рождения в 19-м году, это был театр «Современник», и когда она встала перед своей труппой и сказала, что вот это мой спаситель, который вот меня поднял. И она уже стояла тогда. Что чувствуете, когда говорят такие вещи, когда благодарят людей? Ничего. Просто ко мне, когда приходят пациенты, то есть, вернее, на консультацию, и сколько бы я до этого не вылечил, там сотни, хоть миллионы людей им по барабану, ты меня вылечи, тогда я скажу, что ты да, ты хороший доктор. А до этого что прошло? У каждого своя проблема. Да, зачем оглядываться? Или я буду кричать, бить себя в грудь и кричать, что я великий, поэтому ты должен мне поверить, что я тебя вылечу? Нет. Ко мне приходят, я говорю, это ваш выбор. Ну да. Хотите у меня лечиться, хотите у кого-то, не проблема. В то время как раз я знаю, вы ведете деятельность сейчас у нас на территории Республики Калмыкия, вот хотелось бы, чтобы вы поделились этим сами. Ну, если говорить о деятельности моей Калмыкии, я хочу сказать, что она никогда не прекращалась, еще будучи молодым доктором, и меня выбрали секретарем комсомольской организации Республиканской больницы, я создал там театр, небольшой театр типа STEM-а, мы его назвали «Фантазией», выступали на всех каких-то мероприятиях, Новый год, День медицинского работника, то есть и моя задача входила, которую я сам себе поставил, это объединить молодежь. Ну, со многих, ну, основной это была Республиканская больница, а так к нам приезжали и с роддома, приезжали с детской больницы, ну, мы ездили тоже по больницам, по некоторым районам, давали какие-то небольшие концерты. Ну, это было типа благотворительности, как сейчас говорят, то есть без всяких денег и все. С учетом этого, ну, деятельность была достаточно интересная, объемная, и наша комсомольская организация, Республиканская больница, она была одна из лучших в городе. На тот период была такая практика, что, это советский период, была такая практика, что горком комсомола выделялись какие-то определенные квоты на депутатство в городском совете. И мою кандидатуру выдвинули комсомольцы у города, и я в 26 лет стал депутат городского совета. Это на сегодня Лесинское государство? Это на сегодня. 26 лет? 26 лет, да. Мне тогда 20, да, 26, 27 еще не исполнилось, 26 лет было тогда. Вот преддверие 27 лет. Ну, в мою, так сказать, в мои задачи входил там, ходить и навещать и малоимущих, и многодетных, выбивать им квартиры, ходил, ругался, ссорился. Но получалось, правда, не все, что планировал, но получалось. Потом, когда мой срок закончился, а это уже был как раз началом 90-й год, и в преддверии 90-го года были последние выборы, так сказать, демократические, в Верховный совет Калмыкии. Ко мне подошли достаточно большое количество, несколько человек подходило, ребят, молодые, комсомольцы, молодые, говорили, давай Верховный совет. Я говорю, ну, я не хочу, я хочу просто работать врачом. А вы будете делать вот этот горсовет или уже нет? Уже мой срок заканчивался. А, заканчивался? Заканчивался, да. И с учетом того, что вот у тебя хорошо получается, за тобой народ идет, давай ты пойдешь. Ну, для меня это было состояние большого обременения, потому что задачи мне входили в несколько другие. Я ездил по районам, собирал, как я говорил уже до этого, собирал какую-то рецептуру и применял ее для того, чтобы облегчить жизнь пациентам, тех, которые страдают теми или иными заболеваниями. Ну, и набирался опыта, навыков, все такое. Так, уговоры в мою сторону длились где-то месяца полтора-два. В конечном итоге меня уговорили, и я сказал, хорошо, ладно, пойду. И стали депутатами. На тот момент, ну, это было не просто так. Почему? Потому что выборы были так. Я помню, по 101-му кварталу у нас было 8 человек, там приезжали и директора, и главный инженер разных предприятий. То есть мы выходили, и вот собиралось большое собрание людей, жителей, и мы восьмином вставали и говорили, как говорят, праймерис. У нас был праймерис. У нас, да, был праймерис, и каждый отстаивал свою позицию, каждый говорил, что он делает на данный момент времени. И тогда я приходил на эти разговоры, на выступления с пустыми руками. Я уже занимался с молодежью. Это были дебаты. Ну, дебаты, да, как. Как, я сейчас достаточно давно вне всяких политических движений. Поэтому как-то, ну, вот. И тогда был, да, действительно. Меня выбрали, мне было 28 лет. Я молодой человек, горячий, да, выходил на трибуну, выступал, доказывал свое видение. И те молодые депутаты, глядя на меня, они вокруг меня так вот консолидировались. И мы добивались определенных успехов при решении тех или иных вопросов. Ну, это вот дела. Это еще в советское время. Это в советское время. Это 90-й год, потом грянул 91-й год. Ну, и там все остальные события, достаточно серьезные в 90-е годы, которые коснулись и меня лично, что потом мне пришлось уехать из Калмыкии. Ну, это тема отдельной, так сказать, диссертации. Ну, мы потом поговорили, я думаю, еще. То, что мои взаимоотношения и моя помощь нашей республике Калмыкии, моей малой родины, она никогда не прекращалась, она продолжается. Я приезжаю, я консультирую, ко мне сюда приезжает, я консультирую, смотрю. Достаточно активно, если говорить про какие-то материальные вещи, они, я, значит, начиная, ну, три года назад я приехал и начал достаточно серьезно задумываться насчет того, что пытаться применять более активно все эти методологии, которыми я владею, именно территории Калмыкии. Посмотрев, я определил для себя локацию, именно Ешалта, именно рядом вот с Соленым озером. Значит, потом грянул, так сказать, ковид, то есть 20-й год ковид, и, кстати, в какой-то степени это тоже меня подтолкнуло, что надо как-то максимально стараться помогать нашим жителям, Калмыкии. Я выкупил небольшой участок земли и начал там строить, поставил Ищкагер, что по-калмыцкому означает там, значит, войлочный дом, юрта поставил, но они ставятся тоже по определенным знаниям, то есть они поставлены по системе, центральной энергетической системе. Центральной энергетической системы – это чакральная система. По чакрам они, каждый из юрт имеет свой цвет, а цвет определяет именно те нозологические единицы, то есть те заболевания, которые страдают человек, они живут там, и плюс определение энергопсихотипа каждого человека, чтобы когда они проживают, у них было состояние максимального понимания друг друга. И, ну, мало того, что пациенты, когда приходят и получают определенные лечения, они приходят в стилизованной калмыцкой одежде. То есть каждый, да, с калмыцким ордамином. То есть вы погружаете, да? Погружаю, обязательно. Они обязательно ходят, они занимаются физическими упражнениями, делают, выполняют нашу калмыцко-энергетическую гимнастику, они пьют чагян, они кушают булмык, они пьют калмыцкий чай перед завтраком, перед обедом. То есть национального обеда. Это полностью национальный, да. Перепрошивка, да, у них идет, как калмыцкая. Да, да. И что самое, все названия написаны только на калмыцком языке, без нижнего перевода. Если нижний перевод, тогда человек будет говорить именно на языке перевода. А не на том языке, на который вот изначально. Сколько уже людей, пациентов туда привезли за это время? Я так понимаю, короткий промежутый времени, когда вы полностью, да, уже... Ну, это два года. Сказать, что сейчас полностью открыто и все идет... Нет, идет сейчас строительство, идет строительство второй очереди. Вторая очередь это по меридианной системе, это периферическая энергетическая система. То есть, там задачи чисто энергетического плана очень серьезные. И просто так сделать, ну, может, поставить, ну, как получится, нет. Все должно чисто энергетически сходиться. Еще работать. Еще работать, работать и работать. Но это, к примеру, уже возите клиентов. Ну, не клиенты, а пациенты. Это мои близкие друзья, товарищи, которые хотят, с одной стороны, погрузиться в калмыцкие степи, с другой стороны, побыть рядом со мной. Ну, тут несколько... Ну, отдохнуть поменять, как и им. Ну, там нет. Там в том понимании, что отдых нет. Допустим, если июльская группа приезжала, у них подъем полпятого, потом зарядка, потом ходят они от 15 до 20 километров каждый день. По степи нашли. По степи они стреляют из лука, они метают... В жару. Конечно, они метают ножи, топоры, там, все. То есть, у них полное понимание, в какую среду они попадают, в каких условиях жили наши предки. То есть, у них полное понимание, и тогда они уже с определенной долей понимания могут где-то сказать, что да, мы были в Калмыкии, мы немножко понимаем, что... Это очень приятно такое слышать, что вы так делаете. Дурган Николаевич, вот я... Недавно мы записали интервью с Владимиром Бадминовичем, с Мантур, с вашим другом. Он нам рассказал, вкратце рассказал о комитете восьми. Вы являетесь участником комитета восьми. Мне бы хотелось бы немножко комментарий с вашей стороны по этому поводу. Для чего создались, что хотите, как видите дальнейшее развитие? Это такая общественная поэтистика, да, мне кажется? Нет, нет, нет. Я тут несколько не согласен в том плане, что мы за собой несем какие-то определенные политические цели. Нет, у нас нет никаких политических амбиций в нашем объединении. Объясню почему. Ну, с момента начала СВО, значит, мы понимаем, что наше государство находится, находилось и находится достаточно в таком серьезном, на серьезном пути, серьезные проблемы, сейчас ставят задачи, которые надо решать. И те ребята, которые уходили в зону боевых действий, нужна была необходима какая-то определенная помощь. И каждый из нас начал своим порывом выполнять какие-то определенные действия. Ну, с моей стороны я закупал там и балаклавы, и спальные мешки, и квадрокоптеры, и отправлял все это нашим ребятам. Также, кроме меня, еще часть наших земляков, которые сейчас входят в состав этого комитета, тоже выполняли какие-то определенные действия для того, чтобы помочь нашим ребятам. Потому что мы знаем, что каждый регион в той или иной степени помогал и помогает именно своим землякам, чтобы им было там и продукты питания, и какие-то средства определенные, любого и защитного, и незащитного, то есть для того, чтобы помочь. И состояние нашего объединения – это как-то, объединившись, помогать ребятам. То есть это состояние содействия. То есть у нас нет такого, что... Каждый из нас состоявшийся человек работает на своем месте. У всех никто не будет менять ту деятельность, в которой он сейчас находится. И переходить тут, выступать там, ну, этого, этого... Ну, мы это не обсуждали, и у нас нет такой задачи. Состояние каким-то содействием нашим ребятам – да, это да. Только ребятам или республикам? Республики, республики. То есть ребята, я говорю, ребята – это как раз жители республики, это молодые люди, которые стоят там на каком-то перепуте или находятся в каком-то трудном положении на данном этапе времени. Это состояние не подменять кого-то, а как-то состояние содействия. Ну, и мы, вот, каждый объединившись, мы пытаемся вот какие-то вопросы решать. Сразу еще раз проговорю, это не состояние каких-то, какой-то подмены государственной власти, или государственных институтов. У нас нет ничего такого. У нас по этому поводу нет амбиции. У нас есть состояние содействию, развитию, именно нашей Малой Родины или именно Калмыкии. То есть вот это планино. Там языковой кластер, какие-то сельскохозяйственные какие-то вещи. То есть по всем направлениям. Есть IT, да, потому что у нас достаточно много специалистов, которых мы знаем, которые не входят у нас в состав. Но мы можем поговорить, привлечь и кому-то помочь на данном этапе времени вот какие-то вот именно какая-то целевая программа. Каждый из вас состоялся, и у каждого при этом еще есть связи хорошие. Ну, да. Думаю, не помешало бы нашей республике. Дороган Николаевич, спасибо за интервью, спасибо, что согласились поучаствовать. И по традиции я в своих передачах всегда даю время, чтобы мой гость пожелал что-нибудь нашим подписчикам. Ну, я как человек до кончика своих волос связан с медициной, и именно с нашей традиционной восточной медициной, я хочу всем пожелать самое главное здоровья. Не только физического здоровья, ментального понимания, а что, кто мы, где мы родились. И я всегда говорю, я могу быть похожим на кого угодно. На вьетнамца, на китайца, на монгола, на японца, на кого угодно, на любую монголоидную, представитель любой монголоидной расы. Но я рожден калмычкой и калмыком и умру калмыком. Поэтому даже вот на данном этапе времени хочется, чтобы наша идентификация, она более была зримой. То есть это наш язык, это наши танцы, это наша одежда. К слову сказать, я хожу именно в традиционной уиратской одежде. Это уиратский костюм, то есть мы никого же не оскорбляем, мы просто хотим идентифицировать себя как представитель именно нашей калмыцкой нации. Это обогащает вообще страну и наше сознание. Спасибо, Дмитрий Николаевич. Еще раз, думаю, встретимся. Как звезда.